Музыка мод. Беда не в модах самих по себе, а в том, что с модами проникает чуждый духовный хлам, чуждые идеи. Модно, например, сейчас за рубежом носить всякого рода украшения, цепочки, бреложки, медальоны и прочее. И эта мода перекочевала и к нам. Часто говорится, а что плохого, если человек носит медальон. Да ничего нет плохого, пусть себе на здоровье носит. И не об этом речь идет. А речь идет о том, что цепляет часто, что попадется в мод. Модный он поцепил. Как-то у студента цепочка на шее. Решили поинтересоваться. Ну-ка покажи, дорогой. Пожалуйста, вытаскивай на цепочке большой величины медаль. С изображением. Кого бы вы думали? Фашистского диктатора Пана Курсуцкого. Как же так? Советский студент, комсомолец, носит на своей груди бляху с изображением фашистского диктатора. Что же ты думал? Как ты дошел до такой жизни? Да ничего нет. Бездумно. Модный он поцепил. Думаю, что вообще наклейка, значок, интересная картинка и все. А на самом деле символика является средством в идеологических диверсиях. Кажется, безобидная цифра на футболке 88. Окажется, цифра 88 имеет двойное значение. С одной стороны, это символ наемника убийц, а с другой стороны, эта цифра связана с 1988 годом, тысячелетием принятия христианства на Руси. Так и получается. Безобидная цифра, а, пожалуйста, пропаганда, с одной стороны, клерикализма, с другой, милитаризма. Идея политичности, насаждаемая буржуазной пропагандой, проникает, к сожалению, и в среду нашей молодежи. И находит свое выражение, в частности, в отрицании святи, музыки, моды, искусства, с политикой, с идеологией. Так, например, Саша из Иркутска пишет. Мне безразлично, что слушать, какие писки. Я и слова не понимаю. Главное для меня приятное сочетание музыки и слов. Кстати сказать, эти мысли иногда можно встретить и у наших отдельных деятелей литературы и искусства. Так Андрей Вознесенский говорит, что надо разрешить молодым танцевать, петь все, что они хотят. Пусть занимаются чем угодно. Как же так? Безразлично, какие песни слушать и о чем слушать. Ведь музыка бывает различная, и песни бывают различные, в том числе и рок-группы. Есть рок-группы, которые служат делу мира, прогресса. Отметишься за меня, я пошел. Ты куда? Дела. Войну, расизм, нацизм. Разве безразлично, какие нам песни слушать? А уже груша принялась, а уже груша принялась на твою голову. Я большой и жирный парень, записной балбес и дурень. Кем-то подло... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!